Наш канал подскажет будущим мамам ответы на многие вопросы. Не забудьте подписаться на нас и поставить пальчики вверх. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о шевелении малыша. Итак, начнем. Шевеление малыша. Каждая мама с нетерпением ждет этого радостного события. Оно останется в вашей памяти на долгие годы. К тому же активность малыша сообщает нам о правильном развитии плода. Однако кроха внутри начинает шевелиться гораздо раньше, чем вы почувствуете. Первое – шевеление. Оказывается, ребенок совершает движение уже с седьмой недели беременности. Правда, он настолько мал, что почувствовать эти колебания просто невозможно. Неудивительно, что мама пока не в состоянии ощутить движение ребенка. Зато на УЗИ отчетливо видно, каким непоседой оказывается малыш. К началу девятой недели ребенок совершает рефлекторные подергивания и колебания, а к двенадцатой неделе выполняет глотательные движения и корчит гримасы. Если кроха натыкается на стенку матки, он меняет свою траекторию. Но пока малыш остается очень маленьким, поэтому его активность неощутима. Начиная с шестнадцатой недели кроха реагирует на звук и свет. Постепенно ребенок набирает массу и совсем скоро мама сможет уловить его движение. Что влияет на ощущения первого шевеления? Первый контакт с малышом происходит у женщин на разных сроках. Кто-то чувствует кроху внутри раньше, а кто-то позже. На эти ощущения влияют следующие причины. Первая беременность или нет? Как правило, первородящие женщины ощущают ребенка в утробе позже, чем второродящие. Контакт с малышом у новоиспеченных мамочек происходит примерно на двадцатой неделе срока. А вот повторно родящие женщины знакомятся с ребенком уже на восемнадцатой неделе. Дело в том, что после первых родов тонус передней части живота снижается, поэтому маме легче уловить движение малыша. Комплекция. Часто худенькие женщины начинают чувствовать ребенка раньше, чем мамочки с полной комплекцией. Например, при худощавой фигуре вы можете ощутить шевеление уже на двенадцатой неделе, а при полноте только с двадцать первой. Индивидуальная чувствительность. Каждая из нас обладает уникальным организмом. Бывает, что первородящие женщины ощущают кроху раньше допустимого срока из-за индивидуальной чувствительности. Особенно, если будущая мама очень хочет не пропустить важный момент. На что похоже первое шевеление плода? Часто беременная женщина путает первые шевеления малыша с усиленной пристальтикой кишечника. Практически все мамочки описывают это радостное явление так. Рыбка проплыла, бабочка порхает или даже хомячок перекатился. Некоторые женщины просто отмечают легкое щекотание в животе. К двадцать второй неделе ребенок прибавляет в размерах. Теперь он занимает больше места. Пинки малыша становятся все более ощутимыми. Ребенку пока хватает пространства внутри. Но когда он двигается, на мамином животе могут появляться бугорки. Это малыш внутри пытается удобнее устроиться, работая ручками и ножками. В третьем триместре кроха двигается очень бойко. Его активность снизится только после тридцать второй недели. Ребенок занимает достаточно места. Теперь он двигается не так часто, зато весьма ощутимо. Толчки могут причинять дискомфорт, особенно если они приходятся на мочевой пузырь. От чего зависит шевеление ребенка. Активность малыша внутри зависит от ряда факторов. Время. Большинство мамочек отмечают усиленное шевеление малыша вечером или ночью, а также в состоянии покоя. Когда беременная женщина двигается или просто занята делами, ей сложно засредоточиться на внутренних ощущениях. Но если мамочка отдыхает, ребенок тут же напоминает о себе. Еда. Малыш внутри внимательно следит за питанием мамы. Если женщина поела, карапуз тоже сыт. Он начинает активно кувыркаться, особенно если перехватил что-то вкусненькое или сладкое. Но голодный карапуз тоже будет проявлять настойчивость, напоминая маме, что ей пора поесть. Он начинает сильно толкаться, демонстрируя недовольство, звуки и голоса. В начале второго триместра малыш реагирует на голоса. Он активно приветствует маму и папу. Малыша сильно пугают резкие звуки. Он может беспокойно ворочаться в животе, показывая волнение. Правда, иногда наблюдается прямо противоположная ситуация. Испугавшись громкого звука или испытывая стресс, ребенок замирает. Чтобы расшевелить затаившегося кроху, маме достаточно ласково заговорить с ним. Какова норма шевеления? Примерная норма шевеления плода до 15 движений в час. Иногда мама не ощущает малыша по несколько часов. Не пугайтесь, в этот период ребенок просто спит. Активность малыша меняется. К 20 неделе плод шевелится до 200 раз в сутки. К 30 – до 600 раз. Но после 32 недели его активность снижается, поскольку малышу становится не так просторно. Примерно к 28 неделе врачи советуют беременным женщинам следить за шевелением ребенка. Маме желательно фиксировать движение крохи в специальном блокноте. Важно, если до конца 22 недели женщина так и не ощутила колебаний малыша, ей следует обратиться к доктору. Шевеление и КТГ. КТГ или кардиотокография – самый надежный способ оценки плода. Врач назначает исследования на втором и третьем триместрах. Процедура отмечает не только сердечный ритм малыша, но и позволяет выявить кислородное голодание плода, как проводится КТГ. Женщина принимает горизонтальное положение. К ее животу подключают датчики. Будущей маме дают пульт с кнопкой, на которую ей нужно нажимать при каждом шевелении. Так аппарат фиксирует активность ребенка. Если малыш спит, женщину просят пройтись по кабинету. Как правило, через время ребенок начинает двигаться. Если во время исследования выявились тревожные симптомы, беременной женщине назначают поддерживающую терапию или кладут на сохранение. Методики подсчета движений. Подсчет движений плода нужен для того, чтобы определить состояние малыша в утробе. Обычно применяется три способа. Метод Персона. С 9 утра до 9 вечера женщина фиксирует время каждого десятого шевеления малыша. В это время следует избегать активной физической деятельности. Метод Кардифа. Разница с первым методом заключается в том, что здесь женщина сама выбирает время фиксирования детского шевеления. Например, с 7 утра и до 7 вечера. Метод Садовский. Вечером после еды мамочка укладывается на левый бок, чтобы вызвать физическую активность малыша. В течение 4 часов она должна отметить более 10 шевелений плода. Внимание! Тревожные симптомы, на которые нужно обратить внимание. Активность ребенка отсутствует больше 5 часов. Активность заметно сократилась или ослабла. Возникли боли в животе или появились кровенистые выделения. При любых из этих симптомов женщине нужно незамедлительно обратиться к врачу. Не паникуйте, если толчки отсутствуют всего пару часов. Ваш малыш просто спит! На сегодня у нас все. Оставайтесь с каналом 40 недель и дальше. Мы обязательно порадуем вас свежими и интересными выпусками. Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч!